Раб приветствовать! Продолжаем смотреть обзоры напитки спортивной педали. И вновь у нас энергетические напитки. Так сразу три вкуса. Такая история, что на этот напиток с таким забавным названием Дранго. Дрангоу! Я собрал их снять примерно месяц назад. Значит, у меня в холодосе лежала вот эта вот бутылочка. Ну я сразу подумал, что это дерьмо, в общем-то. Скорее всего, если купила в магните, стоила бутылка что-то вроде сорока рублей. И она лежала у меня в месяц в холодильнике. Все же собиралась наснять, но руки не доходили. И вот, значит, вчера заходил в магнитик за минералочкой я. И обнаружил три вкуса. Ну то есть один из них похожий, но в банок. Причем еще дешевле, что смешно. Ну ценник вообще забавно. Значит, вот это сорок пять рублей. Вот эти мне вышли по тридцать один, что ли, или по тридцать рубля. Ну что-то, короче, тридцатка за банку. Очень дешево. Затем, значит, когда я выложил обзор на Drive.me, пацаны написали как раз про это налегите в комментах, что там понравился им. Ну, терпится попробовать. И вот мы здесь. Итак, цену я озвучу. Также отмечу, что баночки здесь идут объемом 0,45. То есть не 0,5, а 0,45. Они идут, но тем не менее дешево. Итак, ну что, давайте разбираться. Начну я со следующего. У нас три вида. Black Edition, Gold и Light. Начну я с лайда по одной простой причине. Потому что, на мой взгляд, очень красивая баночка. И довольно здесь будет интересный вкус. Я уже посмотрел здесь вкус манго. Итак, рассмотрим дизайн. Drunk Go Energy Drink Light. Ну, дизайн, на мой взгляд, очень крутой. Мне нравится, красиво. Далее перейдем на оборотную сторону. Здесь мы видим информацию, в стиле адреналина и других всяких энергетических напитков. Посмотрим, что же здесь гласит. Это связано с драконами. Ага, окей. Древнейшее предание гласит, что когда-то драконы спустились с неба к людям и оставили их кубок чудодейственным напитком, дарующим неиссякаемую силу. С той поры прошло много времени, но и сегодня энергия и сила дракона заключены в этой банке. Более смешного не слышат, но это забавно. Ну точно, ебать. Дракон энергетик. Как об этом не подумать. Дракон энергетик. Окей. Окей. Ну, молодцы, хоть что-то. Неплохо. Окей. Значит, со вкусом манго. Безновой вольный энергетический напиток. Дранго. В состав у нас входит вода, сахар, лимонная кислота, цитрат, натрия, таурин, кофеин. Ароматизатор. Ароматизатор тип манго. Натуральный вкус ароматические вещества. Вкус ароматические препараты. Ароматизатор пищевой энергии. Вкус ароматические вещества. Красители сахарный кольер 4. Хинилон желтый. Знакомый. Да, ягуарчик. Консервант бензоат натрия. Витаминный премикс. Картофельный мантодекстрин. Ну, что-то интересно. ДЕ11-14. Вот ему все просто. В общем-то, стандартный составчик. В принципе, не так много химозы. Хотя она есть. Ну, как-то вот так. По калорийности. Смотрите, здесь у нас на 100 мл продукт 11 грамм углей. И получается у нас 45 ккал. Ну, в общем-то, стандартный. Угли в виде сахара, понимаете. Также здесь указано на таурин. Что здесь на сотку 100 мг. Таурин это мало очень. И кофеина тоже очень мало. Не более 20. То есть, как энергетик, он слабенький. И опять же, таурин, кофеин, больше энергетических компонентов здесь нет. Ну, изготовлено, значит, на известных же заводах. Это сразу понятно. О, Дал. Пензенская область. Город Городич. Да, то есть, 0,45. В общем-то, все знакомо. Да. Ну, окей, разобрались. А сразу рассмотрим дизайны и составы этих энергетиков. Потом уже будем это все дело пробовать. Далее у нас идет Голд. Ну, неплохой дизайн. Тоже прикольный, прикольный. Такой же надпись здесь про драконов. Ага. Ну, интересует опять же составчик. Да. Сахар, римонная кислота, остаток натрия. Таурин, кофеин. Пищевой, натуральный амороз, как апельсин. Натуральный вкусоматический препарат. Стабиллятор гомеоарабик, эфири, глицерин. Амороз, кислот. Аскорбиновая кислота. Бутила, гидроксониазол. Натуральный краситель. Каротин, ароматно-пищевой энерджи. Картофель, макдекстрин. Состав чуть отличается, потому что другой вкус. Это у нас вкус апельсина будет, да. По калорийности абсолютно все то же самое. Единственное, на 5 калорий больше. Но углей у нас также 11 грамм без сахара. Только уже 50 ккал. Ну, изготовитель, естественно, тот же. Да. А как энергетика, то же самое. Здесь кофеин, таурин слабоватый. Слабоватый. И черный. У нас идет Black Edition. Тоже неплохой, в принципе, дизайн. Та же надпись. Здесь у нас вкус не указан. Ну, я вам так скажу, что по секрету, что вкус дерьма. Состав. Вода, сахар, лимон, аксидарат, натрия, тавурин, кофеин. Ароматно-пищевой красные ягоды. На самом деле аромат дерьма. Ароматические вещества, натуральные ароматические вещества. Красительный сахарный куров 4. Хиниловый желтый. Бензоат натрия. Витаминный премикс. Картофельный мальтодекстрин. Все. Калорийность 11 рублей в виде сахара 45 ккал. Ну, ясно. Да. Ну, что, забегая вперед, это дерьмо, я, конечно, глотну. Но сейчас все раз освежим память. А перейдем все-таки к кусту. Ставлю я ставки на манго. На манго. Давайте попробуем. А, я-я-я. Ну, посмотрим. Ммм, запах мне уже нравится. Вот так вот, посмотрим. Ничего себе. А цвет интересный, зеленый. Необычный. Ну, неплохо. Неплохо. Скажу сразу, что, конечно, манго мне это не напоминает, но ловил я нотки знакомого вкуса, более разбавленного. Значит, помнится мне, где-то год назад я открыл такой вкусный энергетик. Он был очень дешевый, потом подорожал в три раза. Тоже был в магните реализован. Назывался план Б. Было два вкуса. Кафельный тропик. Тропик был замечательный. Обзор я на него снимал. Так вот, я вам скажу, что вот этот Дарангоу, в заводах на них, по-моему, одинаковые, даже были, да? Это вот разбавленный вкус план Б тропик. Очень похоже. И цвет он такой. Как и запах. Мне нравится. Очень вкусно. Особенно за свои деньги, когда он стоит тридцатку, неплохо. Другой вопрос. Как энергетик, он, конечно, слабый, но реально ротый. Попить его, сахарка для рывка, неплохо. Приятно, нет? Единственное, я бы делал его более газированным. Помощнее, покислее бы что-то сделан. Вот. Более вот такое лимонадное. Но вкус приятный, легкий. Мне нравится. Дизайн, вкус хороший. Помощнее бы его сделать, по составу энергетического, бы цены бы ему не было. Ясно. Теперь перейдем к голубу. Апельсинка. Ммм. Запах интересный. Знаете, город уже отдают грейпфрут. Ну, посмотрим. Ну, апельсин, понятно, стандартный цвет. Давайте попробуем. Интересный запах. Да. Неплохой и необычный. Вот этот вот, и я оттенки не улавливаю знакомых энергетиков. Да, вот такой же был прикольный апельсиновый. Не похоже на какие мне известные энергетики. Ну, что-то не могу вспомнить. Ну, разве что, он немножко издалека напоминает адреналин. Апельсиновый был. Но все-таки это повкуснее, поприятнее. Опять же, учиться в его цену, неплохой вариант. Ну, реально неплохой. Ну, и тяпнем мы с вами этого блэк-говна даже. Вот, что вы указали. О, да. О, блядь. Хотя, подождите-ка. Может, они разные все-таки? Да, блин. Ну, еще попробуем. Слушайте. Они, по-моему, немножко отличаются. Нет, они все-таки, наверное, отличаются. Тероцветы одинаковые. Но, видимо, все-таки бутылка и пластик немного отличаются. Угу. Да. Из бутылки более противно, как я ожидал. Когда бутылку взял, сразу же, что-то дерьмо чувствовал. Вот, для достоверности. Сейчас я быстренько пробегусь по составчику, чтобы удостовериться. Да, они идентичны. Ну, слушайте, ну ничего. Не знаю, тоже настроение, когда я тут БТО-чку тяпал. Ну, сбаночки поприятнее даже. Запах не очень приятный, но, в принципе, пить можно. Такой, знаете, сладковатый, классический энергетик. Не самая лучшая форма, у этого же драйва повкуснее. Но, выпить разок-два можно. Слишком сладкий. Терпимо. Терпимо. Ну и, в общем-то, в общем-то, готов я сделать вердикт. Однозначно побеждает белый парень наш. White Power. Дранго. Вот, со вкусом манго, в кавычках. Это же известный план Б, только 0,5. За 30-ку. Реально, мне понравился. Красивый дизайн, вкусный, приятный, идет очень хорошо. Единственное, говорю, ребята, ну, добавьте побольше энергетических компонентов. Ну, добавьте, ебаный. А так, все отлично. Я поставлю ему оценку. Учитывая цену, твердую пятерку. Учитывая цену. Если бы он стоял дороже, я поставил бы 4 балла, потому что энергетик он слабый. Но, за 30-ку, это хороший вариант. И не так много химии, не такой большой состав. Хороший вариант за смешные деньги. Рекомендую то, что надо. Апельсинка. Апельсинка тоже мне понравилась. Прикорный вкус. Необычный, не противный. Не слишком сладкий. Опять же, энергетик он слабенький. Но, за свои деньги, это хороший вариант. Твердая четверка. Уверен, да? Пожалуй, из апельсиновых вкусов один из лучших, что я пробовал. Молодцы. Очень нравится. Опять же, только претензия, как энергетик слабенький. Ну, и Блэк. Сладкий классический энергетик. Не очень приятен. Больше брать я его не хочу. Но, опять же, за 30-ку неплохой. И состав здесь тоже не сильно химический. Я ему поставлю 2 балла из 5. Ну, мне просто не нравится этот сладкий вкус. А так, в принципе, выпить можно. Если вы не ищете. И не терпите, да, собственно. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Увидимся. Пока.